Всем уже добрый вечер, добрый день, кто-то говорил доброе утро, но что-то оно типа формата не влазит по концу, но будем надеяться, что все увидим. Мне очень нравятся доклады, когда ребята докладываются, они всегда рассказывают какие-то очень классные абстрактные вещи, вот мне это очень нравится. И ты чувствуешь, думаешь, елки-палки, умные люди, все такое прямо абстрактное, капец, приходишь к конференции и такой, черт, думаешь, елки-палки, надо было конспект вести. Поэтому я всегда делаю доклады, на самом деле я тоже такой фигней занимался, когда-то, когда был молодой, красивый, тоже делал доклады такие абстрактные, у меня там тоже специальность была, там всякие математические концепции, всякая такая белиберда нездоровая. И я как-то сейчас начал стараться делать доклады более прикладные, чтобы люди, когда пошли на конференцию, конечно, всегда хорошо обстроили какие-то общие вещи, но, конечно, хочется какой-то практический опыт вынести и какие-то вещи такие интересные заюзать, которые помогут вам в жизни, ну, хотя бы облегчат ее. Поэтому я хотел вас познакомить с такой вещью, как алхимия. Поднимите лапку, кто там слушал, знал, пользуется. Так дофиги еще народу, кстати. Да, правильно, что я там хотел такой короткий сделать опус, типа что такое, зачем, но потом решил, что, думаю, народ уже в курсе и пропустим. Давайте, поехали. Доклад поставил на четыре части. Это что такое алхимия вообще? Ну, очень короткие. Что в алхимии интересного? Какие-то вещи, которые вы в документации прочитали, но потом тупо забыли через полчаса и как бы их нахер не используете, поэтому. И третье, это чего делать не надо в алхимии, естественно, потому что это жутко выглядит и за это такие, как я, бьют по рукам. И последнее, это экстеншнс, что у нас есть дополнительно, кроме самой алхимии. Ну, короче, сама алхимия использует паттерн юнитов в ворк. Это не актив рекорд джанги. Я вообще считаю, что в джанге нет ворма. Но есть две части, она состоит отдельно из кора и отдельно состоит из ворма. Это очень удобная штука. Есть огромное количество нетерпеливых загрузчиков. Есть наследование, три вида аж, аж три вида наследования. Можно использовать RAF SQL. Сам маппинг, да, ну, сам маппинг структурно и декларативное описание разнесены. Можно вызывать одно то, но независимо от друг друга. Очень спасло меня на этом проекте, на новом. И поддержка баз данных я два штук насчитал, но там какой-то совсем там эксклюзив пошел, нездоровых. Это я тупо перестал считать, потому что там какое-то там, ну, блять, названия даже таких не знаю. Я даже в интернете найти их не могу. Ну, поддерживает Async.io, Андрей Светлов написал все-таки Core наконец-то. Ну, это давно уже, правда. Называется Async.io.sa, который можно на табличном синдексе колбасить. И добавилось PyPy. То есть можем на PyPy работать. Ну, как бы хорошо, вроде все позитивно, да? Ну, давайте такое. Видите, поплыла немножко презентация, извините. Давайте так. Давайте начнем с самого простого. Я старался закладывать сделать так, что я бы давно уже тем лидит, там, и в одних проектах, на других очень много мигрировал, там, мутировал. И меня гоняли везде, где только не гоняли. Фрилансил. И я когда чаще всего мне попадаются в проекты уже, которые давно в разработке, редко попадаются в проекты с нуля, и поэтому я сталкиваюсь с какими-то проблемами. Я бы эти проблемы хотел рассказать. Вот. И некоторые вопросы, когда мне люди приходят, задают, и как бы их осветить, чтобы мне, может, меньше вопросов задавать будут. Черт его знает. Хотя вряд ли. Давайте. Так, ну, типа, тут две вещи интересные. TableName и Registry. Фактически любые поля в BaseModel, которые вы используете как элемент декларатива, они могут быть описаны с помощью declarat-атрибут и каким-то образом автоматически генерироваться. Только одно поле не может генерироваться. Поле абстракт, потому что физически он не поймет, от какого корня ему скакать, куда и кто будет абстрактный, потому что только черт будет, все будет абстрактный. Вот. Тут простая штука, которая берет название модели, которая наследует BaseModel, и по большим буквам ее сплитит и делает маленькую таблицу. Штука простая, удобная и, в принципе, полезная. Можно тупо просто потом будет взять презентации. Вот. Следующий нюанс заключается в Registry. Очень часто я вижу в коде небольшую такую проблему в алхимии у ребят. Они берут, допустим, нужна одна модель, другая, а другой используется. И они, чтобы прикончить циклический импорт, что эти ребята делают? Они берут и прямо внутри метода, который используется в модели, вызывают, делают импорт. Конечно, выглядит это, конечно, пипец как коряво, и вообще, короче, странно, и неприятно выглядит. Поэтому есть такая штука у него в Registry в алхимии. Что эта штука делает? Всего передается класс Registry, и эту штуку будут писаться все модели. И потом вы без проблем можете в любом месте, заимпортировав Registry, получить нужную вам модель. Единственное, в чем здесь, ну, а, не видно, там внизу было from users, видите, там, короче, поплыло. Короче, вы можете просто, это фактически обычный словарик, в который вы можете вберить им модель и получить фактически объект модели. Я не знаю, проще объяснить. Дальше есть такая штука query property. Сейчас покажу, что это такое. А вот смотрите, зашел я в проект, это вот последний мой проект, захожу в проект и вижу вот такое. Вот что здесь, что мне здесь неприятно? Неприятно, во-первых, что это класс метод модели, какого хрена он делает в модели. Во-вторых, мне неприятно, что здесь находится сессия. То есть фактически они каждый вызов передают сессию внутрь модели, чтобы какие-то данные получить. Мало того, проблема заключается в том, что это же сессию надо иметь. Они создают такой middle var, в котором вынимают из скоб сессиона, получают, короче, instant session, и, короче, передают его внутрь реквеста каждого, как бы как элемент реквеста, и потом истерически распихивают по всем, короче, моделям. Страшно, реально страшно, мы это выпиливаем. Хотелось бы, конечно, вот так. Типа у вас есть, у вас есть сразу property, целая сквери, вы сразу знаете запрос, который у вас есть, и как бы можете его использовать. То есть вам не нужно сессия, не нужно ее передавать, по большому счету это же правильно. Для такой штуки используется, чтобы такое сделать, извините, чтобы такое сделать, можно использовать query property. Для этого вам придется немножко приседать. Смотрите, сначала вы пишете session marker, потом session maker, прошу прощения, потом делаете скопы session, но при этом передаете пустой session maker, то есть вы потом его деконфигурируете. Потом делаете base model и указываете в base model такую простую конструкцию. Query, либо session, ну, понятно, query property. Можете все что угодно написать, там, не знаю, вам хочется, там, my query напишите, не имеет значения. И потом уже, когда у вас есть engine, нормальный engine, вы можете делать, вы можете сделать конфигуры. Все, при этом вы получаете нормальную полуоценную модель, которую вы можете использовать, точнее, query, которую мы используем, как пример выше, ну, в предыдущем слайде. Вот. И единственный минус этой концепции заключается в том, что если вам вдруг в модели понадобится сделать запрос к другой модели, которая выше находится, вам придется делать такую херню. CLS, query, session, query, other mode. Ну, как бы, извините. То есть вам придется через query лезть к сессии. Ну, либо сессию я импортировать. То дело ваше, как бы, тут кому что хочется. Ну, как бы так. Не бывает же, да, меда без дегтя, да? Нифига не видно, да? Очень классная штука. Ни в одном проекте, чудовищная вообще какая-то, какая-то несправедливая жизненная, очень классный механизм написан, называется session proxy. И, сука, при этом ни в одном проекте, я клянусь, я не видел его использования. Куда я прихожу, я его везде впиливаю. Вот. Я не знаю, когда я ухожу, может, его выпиливают, но смысл такой, что классная штука, удобная. Сейчас скажу, как она работает. Смотрите. Сразу две ключи, извините. Вот. Штука заключается в следующем. Смотрите. Вы, зачем нужна session proxy? Это реальный живой пример из реального проекта. Я тут 99% примеров, они реальные. Я просто тупо код, видите, копировал, даже не напрягался. Ну, вот. Левые поля, может быть, удалял. Смотрите. Какая штука? Assession proxy позволяет вам делать такую… Фактически у вас есть связь между одним объектом и вторым объектом. И у этой связи есть какие-то дополнительные параметры, которые описывают. В данном случае здесь, как вы видите, у меня, допустим, есть notification, и есть какой-то юзер, который… Ну, notification к этому юзеру адресовано. И я хочу маркировать notification таким образом, что прочитал ли он юзер или нет. То есть у нас может быть notification адресован 10 юзерам, прочитать могут только 5. Что для этого народ делает? Назовут специальные таблицы дополнительные, делают двойные ссылки, потом какую-то кучу работы непонятной. Это делается проще. Смотрите, делается session proxy, указываете target collection, сейчас мы дальше увидим. Указываете по атрибуту, по какому нужно проксировать. Ну, это не обязательно креатор, это не обязательно, это чтобы снять проверку, там дополнительная есть проверка. И все. Как видите, сам юзер не меняется при этом. Он как бы был тут, как бы ничего такого нету, такого странного. А вот в session proxy. Он выглядит очень просто. Смотрите, ссылка на родителя, ссылка на ребенка в 4nk. Только единственное, что надо указать, что они primary обязательно. Потом сам relationship, смотрите, на родителя и relationship на ребенка. И внизу, видите, не видно, дополнительный параметр, который мы хотим. Has read. Ну, тут нифига не видно, там, column, boolean и так далее. Идея понятна? То есть вы просто заводите два ключа и все. И получаете прокси объект. Там может быть ограниченное количество полей, сколько хотите, которые описывают эту связь. То есть, получается, мы описали связь между notification и users, и мы еще дополнительно описали какие-то параметры, которые эту связь характеризуют. Ну, допустим, там, прочитано, не прочитано, когда было прочитано, все что угодно, может быть. Так. Ну и последнее. Как же с этой штукой работать? На самом деле, если у вас эта связь не колышет, вы можете просто сделать notification event type receivers и всех юзеров запихнуть. То есть, как обычный many-to-many, вообще никак не влияет, не ломает ничего у вас. Но если вдруг вам эта связь нужна, вы хотите ее актуализировать, вы ее можете тупо просто указать. Но при этом придется указывать через прокси таблицу. Понятно, да? То есть у вас не через notification объект, а через ту прокси, которую вы построили, вы указываете notification, указываете юзеры, которые с ней связаны, и указываете ту связь, которую вы хотите, ну, как бы, указать, извинить. Вот. Ну и последнее. Есть небольшое приседание. Сразу его, правда, до конца. Черт, видно, да, слава богу. Приседание заключается в следовании, что есть такая вещь, как join. И вот как бы его просто так проджоинт не получится. Придется указать прокси и показать, кого ты join. То есть, видите, вот notification, receivers и users. И потом, и когда делаете subquery, ну, какие-то лодеры, игры лодеры, используете, вам придется явно пробросить все. То есть вам сказать, скажешь, notification связан с receivers, receivers связан с, уже, опять, notification с receivers, связан с юзером. Ну, тут я ничего предложить не могу, но капец она удобная. Первая, эта штука, она как бы нормально обычно фильтруется, без дополнительных председаний. С ней нормально работаешь, как с объектом. Можешь получать всех notification, всех receivers, всех тех, кто их получает. Можешь по ресайверсам получать notification. При этом никаких дополнительных операций через прокси базы, через прокси таблицы делать не надо. Это очень удобно. Так, дальше эта штука, которая, я на нее молюсь, уже не знаю, наверное, второй мой доклад по алхимии, это вещь абстракт, которую, сука, не использует вообще никто. Когда ее выкатили байер, я чуть не набухался от счастья, но всем как бы абсолютно сиренево. Почему сиренево? Потому что есть, у Пайтона есть такой, как бы сказать, плохая практика, все патонисты начинают с чего писать веб? С чего? Джанга, совершенно верно. Сейчас начинают писать з***а. Джанга абсолютно нормальным считается, когда у тебя в модели, бляха, еще внизу сто пятьсот методов. Там еще мета, потом мета, и потом поля, опять мета, опять поля, и это все очень влекательно получается, вот такая вот хрень. Ты открываешь модель, короче, сходишь с ума, закрываешь, я так с проекта убежал, я не шучу. Я не писал долго на Джанге, писал на алхимии, глаза же горят, открываю, вижу и закрываю, и все. Абстракт позволяет вам разделить отдельно, сделать такую модель, в которой есть тупо даты, данные, и сделать отдельно какой-то интерфейс реализации. Я об этом говорил уже раза три, но почему-то я не вижу, что-то особо яро это использует. А делается все очень просто. Смотрите, вы пишете abstract true и пишете все поля, которые вы хотите. То есть у вас получается чистая модель, clear, без всякого там, без методов, без логики, без ничего. А потом можете эту штуку отнаследовать. Смотрите, какая красотища. Относите эту штуку и можете колбасить там методы. И он будет думать, физически будет думать, что фактически вы работаете с моделью. Понятно? То есть, грубо говоря, можете отдельно смотреть структуры, отдельно у вас есть интерфейс. Это очень классно. Причем здесь вы можете городить не только класс методы или методы объекта. Вы можете городить здесь hyped property. Ну, вообще все, что ваша больной фантазия несет в голову. И это будет нормально. Знаете почему? Потому что у вас есть данные, есть, короче, работа с данными. Ребята, это красиво, это правильно, это true. Ну, как бы я понимаю, что Джангисен, что сейчас плевать в меня и в экран, но черт возьми, правильно. Мало того, я когда запускал abstract true в начале, он был очень такой специфический, прибаженный, честно скажу. Но сейчас у меня даже два проекта чисто на abstract true построены, никаких проблем с ним нет. Единственная неприятность заключается в том, что для него foreign key и relationship, он их не понимает. Нужно их обернуть декларативный атрибут. Я написал такой декоратор за 10 минут, наверное, может 11 минут, который автоматически оборачивает, и все, вопрос закроется. Ну, то есть, как бы, нужно предупредить. Вот такая штука очень классная, очень удобная, я не знаю, почему ей не пользуется и вообще очень няшная. Следующая штука reflect. Это уже вещь, которую люди чаще используют. Пришла вам тема, есть какая-то база, вам говорят, ну, взяли там какой-нибудь отчетик, который бы по этой удолбищной базе бы каким-то образом ходил, бы там какой-нибудь еще очередной никому не нужную информацию собирал, и очередной мы там, не знаю, не отрабатываемся своему хлеб менеджеру посылал, да? Вот такой, ты такой, ешки, бля, сейчас буду модель, открываешь базу там, открываешь бобра, да, ну, кто там бобра, кто там что-то другое, такой, схемы эти, начинаешь их там вбивать судорожно, короче, и такой, нет, есть у Alchemy, есть reflect. Это штука, которая сгребает, берет вашу базу, берет ваш connection, вот он, бинт engine берет, и сгребает с вашей базы все, что видит, короче, и создает нас на нее таблицы, но не модель, это очень важно, таблицы. Где здесь зарыта собака, давайте так, не может быть все хорошо, правда же? О, какие мысли, где здесь жопа полная начнется? Я ее поймал, да, двое суток, да, такое именно. Жопа начинается в том, что когда штуку используешь, есть, видите, какая штука есть, extend existing, я как нормальный человек, думал так, у меня есть существующие модели, там под ними лежат метадаты, лежат таблицы, как нормального человека, лежит метадата. Я сейчас только перезапишу, и модели не поменялись на уровне базы данных, то они такие сохранятся, фигушки. Они с их чертям собачьим крашатся, потому что теряются все relations, просто стираются чертям, и вся логика падает. Поэтому есть такой обходной маневр, который называют only, вы указите только то, что вы хотите перегрузить физически, то есть тут именно таблиц. Ну, понятно, да? Так, это я рассказал, удобная штука, но на существующих моделях этого лучше не делать, потому что потом очень странно и получите проблемы в продакшене. Вот, и еще благодаря, я видел там этот тикет, создавали его, это не первый раз. Есть такая штука еще, как инспектор. То же самое, reflection, это больше для анализа базы. Ну, как бы проверить, что в базе есть, чего нет. Она может там 4NK возвращать, там секвенсы, ну, короче, всю интроспекцию, которая есть по существовой базе, можно очень хорошо провести reflection. Я даже херозно, чего там нету, там есть все просто. Так, дальше. О, самое-самое классное, за что всегда, короче, я такой довольно хожу так по сцене, такой, вижу глаза джангистов, да, вот, это hybrid property. Это такая штука, которая просто мега офигенная. Эта штука позволяет вам все-таки странные поля, которые физически, как бы, и не поля, и как бы поля, и, и, короче, блин, я не знаю, как это объяснить. Короче, такой property, к которой можно обращаться нормально на уровне запроса. Единственное, что здесь, конечно, ограничение, то, что туда можно запихнуть, и, как бы, что использовать. Очень классная штука, можно и в запросах, оно там формируется само. Так, есть, у него есть, кроме того, у него еще есть setter. Ну, это понятная такая-то логика, которая при записи, это реальный код, мне срочно попросили, ой, боже, у нас такая ситуация, фронту нужна, там, first name, last name, а у нас username только, ой, боже, что делать, мамочка моя, а, короче, сделали, быстренько и работает. До сих пор, кстати, наверное, хера, наверное, посмотреть. Вот, и, кроме того, еще есть у него еще update expression. Setter, это когда вы явно атрибут назначаете, update expression, когда используете механизм update. Вы можете описать процедуру апдейта, и, как бы, что должна штука вернуть это. Но это еще не все, это же был жир. Потом еще есть expression, это, типа, такое поле, которое тоже что-то выполняет странным образом, но можете его явно вызывать и явно назначать. Это не просто field, а вы можете хоть 100 нас создавать, вот, ну, как бы, таким образом, оно там, типа, итеративно. И последний, а, нет, expression, прошу прощения, это то, что будет выполняться, и последний, это hybrid method, это то, что вы можете поназвать, извините. Вот уже, как бы, поплыл. Так, а что, секундочку, куда слайд один делся? Ну, ладно, потерялся один слайд, да? Да, чертям собачьим, ну и ладно. Вот, что был за слайд? Слайд заключается в следующем. Там был слайд, который позволял делать comparer. То есть, это такая штука тоже хибридная. Ты можешь говорить, что, допустим, может вернем, может найдется, давайте лучше, если нет, потом расскажем. И, интересно, это лиснеры. Вот тут, как бы, нужно быть аккуратным. Все эту штуку видят, теоретически ее используют, нормальная абсолютно ситуация. С чем здесь проблема? Проблема в том, что, фактически, на момент работы, короче, лиснера, у вас все уже размонтировано. И, может быть, наполовину размонтировано, и там может не быть объектов. Вы к этим объектам начинаете стучаться, это очень, короче, геморно и проблемно. Сейчас Егор начнет аплодировать истерично. Короче, используйте только табличный синтаксис. Смотри лиснеров. Ну, как бы, это первый шаг к табличному синтаксису навсегда. Да, Егор? Вот, смотрите, какая ситуация. То есть, только табличный синтаксис. Либо используйте вот такой вот хак, который Object Session, он, короче, тоже очень корявый и, ребята, очень странный. Я не рекомендую. Это реальное приложение, это реальный проект, на нем, короче, ловили проблемы. То есть, используйте просто Connection Executor. Минус Connection Executor в том, что на ваши плечи ложится ответственность за транзакцию. То есть, вы должны сами их, короче, заводить, естественно. как бы, тут такое. Так, еще в Listener у вас есть дополнительная возможность так называемого инспектирования. Вот это, почему-то никто никогда не пользуется, хотя она мне несколько раз жизнь спасала. Не спасала, конечно. Короче, ладно, поспать получилось. Больше, чем боялся. Вот, и смотрите, какая ситуация. Эта штука позволяет инспектировать вам то, что вам пришло в Listener. Вы можете определить, какие поля изменены, какие не изменены, ну и так далее. И уже на основе этих полей делать какие-то дальше результаты. Ну, какие-то процессы делать. Видите, один питон-код, смотрите, ничего кроме питон-кода, да? Здесь просили питон-код. Дальше, теперь, короче, я на самом деле хотел очень-очень много, но мне, когда посмотрел сколько расписания времени, я понял, что времени ни хера нет, мне еще намного хочу рассказать, поэтому я решил просто пробежаться, потому что еще есть, что вам нужно глянуть. Я с 90% уверенности говорю, вы это будете использовать. Первое, вы заентитис. Это штука, которая позволяет вам, если у вас есть запрос, добавлять к нему неявные еще какие-то поля. Дальше, следующее, короче, load only, это штука, которая позволяет вам, если у вас есть модель, про то, что мы с Егором говорили, которая есть модель, и она будет возвращать не все поля, а только те, которые вам нужны. Это очень удобно. Ну, то есть как бы объект в объекте. From self, блин, лучше посмотреть документацию, я не объясню. CTE и subquery, это две такие штуки, которые позволяют вам из запросов делать такие классненькие объекты, которые вы можете подпихивать дальше под следующие запросы. Очень удобно и вообще по феншую. Дальше, onion, про него все забывают, но это, блин, я не знаю, про него можно забыть. Вот, я могу открыть проект, нажать Ctrl F, и вы найдете одно слово, это реально живой проект, которому больше года. Дальше, selecting load, это join load, subquery load и игр load. Это быстрые загрузчики, они отличаются по типам данных, по SQL, который они генерируют, и по типам данных. Selecting load появился с версии 1.2, алхимия, и он очень крутой, вообще нереально крутой. То есть в 99 простых случаях вам хватит select and load, поэтому просто на него посмотрите, остальное забейте болт. Вот, yield pair, классная штука, позволяет вам как бы кусочками грузить какой-то ваш запросик, оно, короче, оно, короче, не работает. Оно не работает об одной простой причине, потому что вам чисто объект сейчас получить не надо. Вы хотите к этому объекту что-нибудь при join, и сразу получить, и, короче, тут болт не работает. До появления select and load. С таком, вы можете это делать. Понятно. То есть до него yield pair на join не работало, причем оно орало в урнинге, там такой, у байера такой, я не знаю, что он сделал, какой-то рыцарь и дракончик, да, нарисован, и там такой совсем мрачный рыцарь, и такой совсем, короче, мощный дракончик. Короче, не работает оно. Ну, сейчас работает, select and load работает. И последнее, он conflict do. То есть это только хитрая, которая позволяет вам при какой-то конфликтной ситуации как бы разрулить ее. Там можно пропустить, можно апдейт сделать объект, то есть у вас пришел объект, что там типа какой-нибудь unique constraint конфликтует с кем-то, можете, а, обнови просто. То есть это очень удобно, там целые процедуры можно строить, обновление, там процедура отката. Так, давайте следующее. Теперь, следующая вещь, наследование. Алхимия называет свои три модели наследования как killer-фичи. Я как бы не считаю ее киллером, потому что только один вид наследования использую. Ну, я обязан про нее рассказать, ну, раз Байер считает, наверное, не могу его обидеть. Так, смотрите, наследование совершенно простое. В Алхимии есть три вида наследования. Это у нас join-it наследование, смотрите, как круто, сингл-таск наследование, чьи есть конкрет наследование. В чем разница? Смотрите, очень просто. Наследование делается следующим образом. Вы указываете полиморфик идентифи и указываете полиморфик он. По какому полю вам наследовать? Сейчас поясню, чем это надо. И вы можете построить сколько угодно наследников, которые будут иметь одинаковые. Вот join-it делает следующее. Часть полей у вас будет в одной таблице, а часть остальных полей, вот, допустим, там join-it data, у другого, допустим, может быть там какой-нибудь таски, они будут уже иметь свои собственные таблицы. То есть за счет того, что у вас расшарили, у нас вот одна несущая таблица и там несколько там сателлитов, как правильно их назвать, подачи. Сейчас же уже не моду называть, да, мастер-слейв, да, поэтому будем там несущие сателлиты называть, да. Вот. И да, вот такая штука работает. Чем она хороша? Смотрите, она хороша тем, что если вы хотите получить все таски, вам не нужно по этому гамну по всему проходиться. Вы берете просто, говорите, дай мне без таски там, не знаю, датой за вчера. И он сгребет полностью все-все-все это дело, все джоины сгребет, и вам обновляют все таски. Мало того, вы можете на джоин таск получить. Дайте мне все джоин таски. То есть как бы очень удобная штука, потому что она дает такую возможность. В чем минус? Практическое использование показывает, что короче, не надо с этим увлекаться. Есть проект, вот вчера сидит, он на него все поднялся, он подтвердит, что эта хрень начинает очень плохо работать, когда у вас полиморфик на полиморфик и на полиморфик. Начинается полный трэш. Она начинает неправильно возвращать каунты. Она может потерять джоин по ходу. Ну то есть там начинается подище. Поэтому полиморфик если делать, делайте его только одного уровня и как бы не увлекайтесь. Делайте там где-то надо. Потому что если вы понимаете, что у вас по таскам вы будете всегда собирать все таски, а они нужны все равно как отдельные сущности, ну вам деваться некуда. Если же вы понимаете, что это как бы отдельные сущности, будете работать с ними отдельно и там, не знаю, раз в сто лет спросите их вместе, ну лучше не делать полиморфик. Ну и последний вариант, это короче джоин, это есть сингл таск. Сингл делает следующее, что все хранится в таблице в одной, все таски. Он как бы огромное количество полей сгребает и хранит. Это, ну я не использую, я же не наркоман. И да. И последнее, это конкурент таска, это короче, которая для каждого типа таски создаст отдельную. Но при этом, то есть у вас будет отдельная таблица, красивая в базе, как вы все любите, все будет по феншую. И при этом у вас будет бейстаск, с которой можно ко всем пролезть. Понятно, да? То есть можете, как и раньше могли спрашивать у всех сразу, но при этом у вас будет каждая своя отдельная табличка. Ну, как бы, ну, делается завод в виде легко. То есть здесь нет никакого страшного оверхеда или еще чего-то. Не знаю, почему люди боятся это использовать. Так, теперь у меня, видите, третья часть уже. Это, короче, сейчас то, что бомбануло, да, называете. Молодежь бомбанула, да? Вот, короче, бомбит меня. Вот смотрим на этот код. Вот хотя тут любят все конкурсы, да? Короче, живых там кодей не так. Какие есть предпосылки? Какие? У нас времени много. Нельзя думать, часа нужно быстро ответить. Я призы уже не раздаю, да? Короче, я свой отдам, если что. Неких мыслей. На меня, допустим, первым делом, когда я открыл такой код, это реальный, опять же, это все реальные проекты. Там только, только inheritance нереальный был, ну, честно скажу, потому что killer feature, я только в одном проекте его использовал, и как бы, смотрите, какая ситуация. Вот add entity, зачем он здесь нафиг нужен? Ну, честно, зачем? Мало того, этот add entity, на самом деле реальный проекте был вот здесь вот. И понять по что там, почему эта хрень возвращает наборы, я физически не мог. Пока не начал куски куда блокировать, и не понял, что там identity этим заводится. Короче, в итоге, в итоге identity выпиливаем, а я что, оставил? Короче, на самом деле, это здесь так, вот так вот запятая, и metric status вот здесь, и все. Ну, извините, как бы, copy-paste, видите, дает иногда сбои физически. Так, дальше, тут вы догадаетесь, да, вот смотрите на этот код. Что здесь не так? Опять никто не хочет. Это же кому подарки не нужны, что ли? Или все так устали уже? А? Устали? Или подарки? Ну, ладно. Ну, короче, add columns тоже нахер здесь не надо, естественно, потому что, ну, можно вот так написать, это будет то же самое. Зачем это вообще механизм add entity, add columns? Просто когда читают, они вели, у меня возникло такое ощущение, я сталкивался, это очень неприятная информация, я честно вам скажу, у меня возникло такое ощущение, что когда программист начинает писать на алхиме, он принципиально не читает ее документацию. И это какой-то, знаете, такой, наверное, какой-то эффект, я даже не знаю, как его правильно назвать, он просто открывает, ее там много, и он такой, ну, нахер, закрывает, и все, такой ноутбук закрывает, такой, пошел я код писать, открывает, дальше пишет уже код. Потому что виз, как написано at columns и at entity, оно служит для того, чтобы, когда у вас есть какой-то запрос, хороший, вам устраивает, и к нему бы добавить что-то еще, он вообще станет феншуйный, ну, в другом контексте, вы берете и добавляете. В реально живом, ну, в контексте, в котором он нужен, только он таким образом, этого делать не надо. Ну, это перев... overhead. Ну, я не знаю. Ну, да, возможно. Возможно, это просто потом дописывалось. Ну, короче, это тяжело читать, честно. Почему тяжело читать? Потому что это же, вы понимаете, такие слепки, маленьких запросиков, да, а там может быть такая хрень, и внизу где-нибудь там at columns, а ты такой смотришь, у тебя, бляха, вернуло два... Ну, ты смотришь, у тебя должен вернуть квартер-квартер, да, то есть ты такой, оу, один нормально, по списку, начинаешь понимать, херяк упало, типа, какое-то много объектов, не могу перевести, кого ты не можешь, ты что, дебил, короче, ну, квартер есть же, ну, короче, нет, оно не работает. Вот. Последний, так, теперь смотрите, вот здесь сразу несколько подводных камней. Один подводный камень, прошу прощения, один подводный камень. Что здесь не так? У кого какие мысли? Пятерочка. Вот человек, который только что выиграл, короче, не знаю, что там, я не знаю, что там старик, честно. А ты, блин, тогда извини. Короче, это совершенно не нужен. Алхимия красная классная очень умная штука, очень умная. Она делает следующее, если вы получили объект из базы, что-то... Неважно, что вообще там, добавили поле... Изменили запись, добавили запись, все. Она уже знает, она у нее в сессии есть. Мало того, в сессии можно даже посмотреть, что есть, там есть такое понимание, как джорджи сэшн. И тебе не надо опять его добавлять. Ну это... Блин, у меня такое ощущение, что там какой-то объект создается, я начинаю паниковать. У меня начинается дикая паник. Ты можешь просто делать, как сказали правильно, ты можешь просто делать сэшн коммит и забить болт. Мало того, алхимия еще умнее, чем мы даже думаем. Она прекрасно знает, что у вас есть какие-то другие объекты. Что имеется... Вы знаете, вот на этот код внимательно. Я получил квартал так же точно, как и получил. Потом, смотрите, делаю квартал, метрик статус и создаю новую запись в базе. Ну, метрик статус, это модель, да? И делаю там какие-то операции. Смотрите, я даже для метрик статуса не добавляю сессию. То есть сама алхимия понимает, что у вас объекты связаны и сама их набрасывает в сессию по связям. То есть я... Добавлять нужно только в том случае, когда ты явно создаешь новый объект, вот, ну и по просьбе Егора я показал, как этот апдейт сделать в табличном синтезе в 10 раз быстрее. Короче, вот вся эта, ну, кроме верхняя первая, вот эта вся херня, которую вы делали, можно сделать так вот с помощью трех строк. И видите, это просто. Это табличная синтезь из алхимии. В чем минус табличной синтези? Ну, только в одном, то, что придется поддерживать транзакцию и как бы все вещи делать явно. в двух местах, извините. Да. Не, это неправда. Вот. Особенно, я люблю табличную синтези. Как бы... Так. Ну, вот здесь, короче, дохерища проблем. Давайте по очереди. Только какие мысли. Это реальный грудь. Я не придумываю. Я его реально исправлял, потом в шоке был. Да. Ну, это просто человек копипейсом занимался с этого, с аксфоргового флоу и все. Ну, то есть, как бы Ctrl-C, Ctrl-V никто не отменял. Хотя бы эти кнопки удалил бы на кавературах, там, мидлов и джинов бы, фактически бы. Смотрите. Да. Да. Там есть нюансы. Мы потом поговорим. Там есть нюансы. Не, не. Удобнее, да. Визуально удобнее. Ты открываешь модель, ты сразу видишь, там relationship у нее, да. Но там есть нюансы. Смотрите. Что здесь, ну, что здесь первое? Первое, что здесь, короче, кидается в глаза, это в том, что человек, как написал каскаду, он, конечно, молодец. Но если он, не дай бог, сделал табличным синтаксис удаление, это все упадет нахрен. Вы скажете, как это упадет? У нас есть каскады, у нас есть описание delayed. Да, в каскаде же есть delay? Так вот его нету. Потому что когда делаешь delayed физически, ну, как бы через табличный синтаксис, у тебя фактически пытаются удалить через foreign key. А foreign key у тебя, короче, нету, нету? А, вот. А foreign key у тебя не стоит на каскад. И он будет ругаться, что такое foreign key существует. Поэтому если ты делаешь классиво через session.delayed объект, все работает. Как только ты делаешь через session, ну, через, допустим, через executor, ну, там, ля-ля-ля, там, filter delay, там, там, table filter delay, эта штука падает. Это первая проблема. Вторая проблема очень неявная. Смотрите, isFiscal, default равно false. Вопрос такой, здесь может быть только false или true, или еще что-то может быть. Может быть, none без проблем. Это вся херня опять падает. Без проблем. То есть эта штука всегда падает. Мы хотя думали, что, а, если придет none, он сделает default, нифига он не будет делать. И третий нюанс, который здесь неприятный. Тут, ну, его не видно, этот нюанс. Короче, здесь, давайте определим. Здесь return for Q in cell quarter. В гибриде, в гибриде заводится, мы обращаемся к внешнему полю и пытаемся из него что-то получить. Вот за это, вот из того всего, что здесь было, это самое страшное. Почему? Потому что эта штука потом начинает странно тормозить и страшно лагать. Первым делом, когда мне пригоняет какой-то проект, что-то начинается с жопа со временем, я вот такие вещи выкапываю, просто убиваю, просто крашу их. А там упадет приложение и падет на сирене. Я просто не уничтожаю все, все, что связано с внешними атрибутами. Всегда. Почему? Потому что фактически у вас здесь нет никаких joinloadов. Ну, теперь его загрузки. И вот эта хрень начинает при запросе, как суды должны нагребать информацию. Когда у вас там типа 5, начало проекта 5-6 значений, оно в принципе справляется. Когда вы валите под сотку их, оно уже охеревает. А когда вас потом перенесли на RDS, что-то, это вообще все падает 20 секунд. Ну, там 20-30 секунд выливается. Вот это как бы такая классическая ошибка. Давайте теперь правильный вариант увидим, да? Ну, правильный вариант, как вы сами сказали. No label false сказать, чтобы всегда было true или false, никогда не падало. Дальше, как видите, foreign key delayed cascade и ту хрень вообще убрать. Просто стереть и забыть. А кстати, еще, usable list false вам не дает никакой гарантии, что у вас не будет money-to-many на них. Опять же, с помощью апдейта вы можете создать money-to-many или insert с этим money-to-many. Чтобы это было, что нужно сделать? Нужно в foreign key добавить что? UniqueWetRow. Эта штука гарантирует вам, что у вас и user list будет на уровне модели работать, и UniqueWetRow будет работать на уровне, короче, табличного синтексиса. Это просто, ну, такие вот ошибки. Это реальный проект, реальные данные. Теперь поехали на последнее, самое интересное. Это у нас extension. Что мы можем еще? Что нам нужно предложить, кроме самой чистой алхимии? Самой чистой алхимии, конечно, это хорошо. Что у нас есть? У нас есть AlchemyUtils. Классная штука. Рекомендую ее посмотреть. Там очень много всего удобного, няшного и вообще вещи. Что мы часто используем? UID-type, качественно у UID-шников, понятно. Arrow-type, ML-type, number-type, хотя даже в примерах они встречались. Choice-type, я бы не рекомендовал бы. Color-type, API-type и range еще есть. Плюс там очень всякие есть фишки, всякие оврайдеры сложные. Ну там, ну очень мощная штука. Я все-таки их не буду даже использовать, рекомендую ознакомиться. Следующая штука это Alembic. Ну как бы с ней все работали, да? Ну а куда вам деваться, если вы алхимию используете? Вот как только Alembic. Нет, там еще есть типа migration, там есть AlchemyMigration, но про ее забили уже, по-моему, забили. Чистый SQL? Сурово, сурово. Вот, смотрите, migration, что Alembic дает? Полный migration commands, все, короче, full migration API, у нее есть полный API, всех операций, которые он выполняет. Можно делать, можно использовать table-stick, можно все делать рефакторить, это нормально, абсолютно нормальный подход, страшно, он легко читается, он прямо генерирует нормальные таблицы и все остальное. И можно писать даты миграции. Здесь, здесь, короче, зарыта собака. Собака здесь зарыта, короче, везде. Вот. Ну, первым делом заключается в следующем, что народ от счастья, когда видит, что у него есть какой-то объект, бывает такие задачи, когда data migration делаешь, когда очень сложная бизнес-логика. Человек такой думает, а хер с ним, короче, я возьму эту модель и подсосу туда, создам сессию себе с copied session и, короче, с ней наколбашу. Это потом выливается в такой просто адовый трэш, короче, на везде, где только можно, начиная от QA сервера и заканчивая продакшен. А трэш так выглядит в том, что фактически представим себе картину, у вас есть модель. Модель эта, естественно, меняется, правильно? То есть пришел какой-то там изменения. Прошел какой-нибудь там migration выше, выше этой миграции, ушло поле. Модель изменилась, поле ушло. Теперь мы запрашиваем модель, у него этого поля нет. А ну, какой-нибудь там уник или еще какой-то. Представили, да, картину? Поэтому реализация такая, никогда в Олимпике не используйте модельный синтаксис, не работайте с моделями. Только с таблицами. Только с таблицами. Это как бы очень важно. Дальше, что здесь такое? Здесь вот такой скриптик, я не знаю, может пригодится кому-то, что-то там дерет его потом. Который автоматически запускает миграции перед каждым запуском приложения. Ну, типа удобно и все миграции накатывает хэд. Это очень удобно, потому что надо бы ты такой, что-то спулился и такой отвалился на это. Думаешь, юр, раз и миграция накатила все. И ты такой знаешь, о, там типа migration conflict уже как бы в это не пойдет. Это ну, или на продакшн, там у кого какая процедура разработки. Что еще интересного? Это, короче, мало того, Олимпи очень легко настрогаемый, конструктор очень няшный. Что он можно, вот, допустим, для примера, здесь migration offline, migration online обязательно. Здесь написан такой механизм, который делает одну транзакцию на все. То есть, либо все миграции прошли, либо, извините, вы курите бамбук. Ну, удобно. Вот. Здесь нам нужно определить его и определить онлайн. Оффлайн и онлайн. И я хочу заметить, что здесь еще есть такая штука классная. Видите, ranger item. Что эта штука делает? Вы можете явно указать процесс рендерни каких-нибудь дебильных, короче, объектов. Для примера, вот здесь мы рендерим UID type рендерим и рендерим choice type, пожалуйста. Алхимия за вас все подставит. То есть, это удобно. Я понимаю, что на трушном SQL это еще более true, но как мне лень. Там документация твоя, ну, честно, ну, ты прям уже совсем обленился. Так, ну, и, короче, по факту пользуется алхимия, она интересная, она расширяемая, такая динамическая, интересная. У нее реально очень, она очень быстрая и у нее просто реально хорошая документация. Наверное, лучшей документации я просто не видел, честно скажу. А? Нет, я просто говорю из того, что я, ну, как бы я самому опираюсь, когда про эти все вещи рассказываю. Ну, как-то так. Все, спасибо всем за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...